Готовы давать наказания? Согласны? Да, готовы начать. На скамье подсудимых Сергей Филин. Он уже не раз отбывал наказание в местах лишения свободы, в том числе за кражу. По уголовной статье за особо тяжкое преступление Филин в суде впервые. По версии гособвинения, он убил двух женщин и мужчину. Тяжело ранил еще одного человека, тот выжил и дал показания. Как минимум двух погибших Филин знал лично не один год. По материалам уголовного дела преступление подсудимый совершил состояние алкогольного опьянения. Мы сели выпивать. Я спросил Елену. Говорю, что у тебя такое ощущение, что у тебя что-то происходит. Какая-то мутная история. Давай рассказывай. Ну, все как есть. Во время одной из таких посиделок, как считает сторона обвинений, произошла трагедия. А преступление правоохранительным органам стало известно от знакомого Сергея Филина. Мужчину подсудимый сам привел в квартиру дома по улице Соколова-Соколенко, чтобы продать телевизор и купить на вырученные деньги спиртное. Там свидетель и обнаружил тела убитых. Встретились в Урусикино. Проследовали на данную квартиру. И когда они поднялись на четвертый этаж, то их взору пристала. Такая картина, где один из его товарищей увидел труп. Соответственно, он испугался. Удалился от подъезда. Филин уже выносил телевизор, а он в это время вызвал сотрудников милиции. В ходе предварительного следствия Сергей Филин написал явку с повинной. Но сегодня на суде он отказался от своих показаний. Филин заявил, что признает себя виновным только в покушении на убийство. В отношении Соколика вы признаете причинение тяжкого вреда его здоровью? Да. В части убийства троих лиц? Нет, я не убивал. По уголовному делу было допрошено более 70 свидетелей. Проведено 20 экспертиз. Сегодня в зале суда Сергей Филин начал давать показания, но свою версию причастности к совершенным преступлениям еще не озвучил. Если вина подсудимого в убийстве трех человек будет доказана, ему грозит пожизненный срок. Это максимальное наказание по этой особо тяжкой статье. Ирина Начарова, Татьяна Гордеева, Олег Маньков. Губерния, 33. Татьяна Гордеева, Олег Маньков.